22 декабря мы встречаем самую длительную ночь в году. На этот день приходится день зимнего солнцестояния. И чем длиннее ночь, тем больше хочется тепла и света в домах. Наверное, именно поэтому в эту дату отмечают свой профессиональный праздник – энергетики. Традиционно лучших представителей этой профессии Славянского района чествовали на торжественном приеме главы. На торжественный прием главы района в честь профессионального праздника были приглашены лучшие сотрудники крупнейших предприятий энергетической отрасли района – Кубанинерго, НЭСК Славянские электросети и предприятий электросервис, которые обслуживают практически всю социальную сферу района. В приветственном слове к собравшимся глава Славянского района Роман Сенеговский отметил, что благодаря слаженной и профессиональной работе предприятий энергетики в муниципалитете практически не возникает серьезных проблем. Любые поломки устраняются в кратчайшие сроки. У нас с вами в субботу день энергетика, поэтому я вас поздравляю с наступающим вашим праздником. Хочу сказать, что строители строят дома, здания, сооружения, объекты всевозможные. А для того, чтобы этот дом зажил, ему нужно подвезти электроэнергию. Без энергетики шагу не сделаешь. Если не обеспечить энергоресурсами объект, как я уже сказал, то в этом объекте не будет жизни. Поэтому спасибо вам за то. На прием были приглашены как ветераны отрасли, так и молодое поколение. Среди долгожителей профессии Владимир Донцов – руководитель предприятия «Электросервис». Общий стаж его работы насчитывает 45 лет, а в его трудовой книжке всего 4 записи, отражающий рост специалиста от электромонтёра до руководителя сервисного предприятия. Более 10 лет работает в энергетической отрасли начальник оперативно-диспетчерской службы «Кубанинерго» Евгений Савельев. Ещё один гость – Ирина Виноградова. Вот уже почти 30 лет занимается планированием работ в этом предприятии. Более 30 лет жизни любимой профессии отдали Юрий Зеленин и Александр Зубихин. Прошедшие путь от электрослесаря и электромонтёра до заместителей начальников служб «Кубанинерго». Работа в энергоснабжении настолько разнообразна, что здесь каждый может найти себя, считают участники приема. У нас же специальности отличаются, да? У меня специальности, а на самом деле надо думать, надо знать, да? Вот, в принципе, не хочешь работать, работай головой. Конечно. Вот, ну, приходит, надо, ну, тоже. Сейчас новая техника, новые техники, микропроцессоры идут, всё, всё. Наравне со старожилами отрасли на прием были приглашены и начинающие специалисты, которыми гордится компания «НЕСК». Владимир Верюханов и Владислав Клименко только начинают свой путь в профессии, но уже делают успехи. Затронули участники приема вопрос о профессиональном образовании. Ведь молодые кадры, которые так нужны в отрасли сегодня, до района растят в Славянском электротехнологическом техникуме. И полученные здесь знания должны соответствовать современным потребностям, а также стать надёжной базой для получения опыта на предприятиях. «Нависит не от того, как говорится, от желания, как говорится, обучающихся. Ну да. Если есть стремление, опознание, как говорится, он его привлечёт, все навыки, естественно, подхватит от своих наставников. А если нет желания, понятное дело». Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создаётся одно из самых необходимых благ – тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах и офисах. Традиционное вручение благодарственных писем за добросовестный и многолетний труд, сувениры и фотография на память завершили торжественный приём.